Александр Родионович Бородач, Бородач, Бородач Кто это? Верно, Ншан Сергеевич Галустян. Ншан. Да-да, именно так его назвали при рождении. Уже потом Мишу назвали Мишей. Родился в абсолютно обычной семье в 1979 году. В данный момент Михаилу 36 лет. Родился в городе Сочи. До пятого класса учился на отлично. Ну, как и многие из нас в принципе. В шестом классе первый раз вышел на сцену в образе Винни-Пуха. И... и все. Больше на сцену особо не выходил. В десятом классе его класс победил на школьном конкурсе КВН. И Михаил Сергеевич... Ээээ... Михаил Сергеевич, ну как-то не звучит. Галустян. Во, это звучит. И Галустян стал капитаном школьной команды КВН. Смешной, потому что был артистичен, веселый и умелый лидер. После школы поступил в медучилище, потому как его папа был медработником. А, кстати, похож ведь на папу, правда? В 1998 году его команда КВН, утомленная солнцем, победила на первом серьезном соревновании. И Галустян получил лично приглашение от Маслякова приехать в Москву и выступать в высшей лиге КВН. Так как разглядел в Миша талант и понеслась. КВН, Слава, автографы, видео. Мы все прекрасно помним его незабываемые образы в роли Гадя Петрович Хренова. Бабушка Сирануш, Сильвестр Сталлоне, ну, best of the best, кто помнит. Бородач, Михалыч, Равшан и другие. А вы знали, что почти всех своих персонажей Галустян не сам придумал? Ведь все персонажи это реальные люди. Например, девочка Гадя Петрович Хренова. Это была реальная девочка. Однажды Светлаков рассказывал ему историю, типа, стоит он в парке, смотрит, девочка стоит и плачет. Тот подошел и спрашивает, девочка, почему ты плачешь? Та отвечает, я, я потерялась. Михаил внимательно прослушал этот рассказ, запомнил, добавил немного юмора и вместе с командой поставили сценку в КВН. Точно таким же образом Галустян запоминает всех интересных личностей, которые встречаются ему в жизни. И преподносит их с юморком нам, зрителям. Бабушка Сирануш, тоже реальный человек. Официантка из Иванова, образ взят из реального человека. Легендарные Равшан и Джамшут, это тоже настоящие люди. Они делали ремонт у Гаррика Мартиросяна. Как-то он рассказал Мише, что два ремонтника начудили у него в квартире с ремонтом, не то что нужно. Я говорит им, говорю одно, а они мне в ответ совсем другое отвечают. Не понимает, по-нашему. Галустян ответил, а давай-ка замутим чё-то из этого. Ну вот и замутили нашу Рашу в 2006 году. И даже образ с этого бомжа Борода, тоже есть реальный такой человек. И вот этот вот тоже странный ведущий, тоже есть в Крыму. И так далее. Часто отдыхает за границей. Как он говорит, только там я могу спокойно сходить в магазин или пройтись по улице. И ко мне не будут подбегать десятки фанатов с просьбой сфоткаться. Ведь когда ты первые 20 минут стоишь, улыбаешься, позируешь, всё хорошо как бы. Но вечно же так стоять не будешь, желающих подходит всё больше и больше. И ты уже серьёзным голосом отвечаешь. Друзья, я устал, с концерта иду домой. Оборачиваешься и уходишь такой, а в спину тебе кричат. «Козёл, я два часа в очереди простояла, чтобы сделать с тобой селфи, сволочь». Вот такие бывают моменты в жизни, рассказывает Галустян. Любит играть в пейнбол, любит гонять по трассе на вот такой вот тачерле. Он также скалолаз, любит горные курорты, лыжи, кататься на коньках. Он актёр, телеведущий, юморист, шоумен, продюсер, поёт песни. Причём продюсер очень строгий. Дмитрий Нагиев вспоминает. Миша на экране весёлый и оптимистичный человек, но за кадром, особенно в работе продюсера, это крайне ответственный профессионал. Злой, кричит и даже может ударить. Не в шутку, просто подойти и ударить. Ну, когда, конечно, его выведешь из себя. Уж мне-то, поверьте, не от него попадало. И действительно, как говорят друзья, Галустян в жизни очень серьёзный человек. Не такой, как мы привыкли видеть его на экране. Женат, двое детей, две девочки. Причём, со своей женой познакомился, когда той было 16 лет, а Мише 24. Он сказал, ну, маленькая ты. Ну, ничего, я подожду. Ты вырастешь, и мы с тобой поженимся. Подождал, поженились. Есть брат, зовут Давид. Похоже чем-то, да? Ну, щетиной, как минимум. Галустян стал настоящей иконой КВН. И чуть ли не символом чего-то смешного. Ведь, когда мы видим по телевизору это лицо, сразу настраиваемся на позитив. И ожидаем, что этот бородатый мужичок сейчас начнёт что-то мочить не по-детски. А от себя посоветую новый сериальчик, где снимается Михаил. Называется «Бородач». Я с девушкой всегда смотрю каждую серию с большим удовольствием. Ну, правда, скачайте, поржёте. На этом выпуск завершён. Хочешь услышать то, чего тебя бросят в жар? Хочешь увидеть то, во что не поверят твои глаза? Хочешь узнать то, о чём говорят только шёпотом? Хроники Приората. Канал, на котором захочется жить. Ссылка в описании.